Привет, это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про западно-сибирскую лайку. Западно-сибирская лайка идеальная охотничья собака, она смелая, выносливая, умная. В этой породе очень сильны природные инстинкты. Ее прародителями считаются аборигенные лайки таежных районов Западной Сибири. Несмотря на то, что западно-сибирская лайка является исконно русской собакой, национальный клуб породы официально будет утвержден только в ноябре этого года. Это охотничья порода, исконно российского порода охотничьих собак, западно-сибирских лайк. Есть восточно-сибирские лайки, есть карело-финские лайки, это вот в этой группе. То есть это охотничья собака, но в то же время она очень привязана к человеку и может охотничьи свои какие-то качества в том числе выражать в охране сторожевых. Западно-сибирские лайки – хорошо сложенные собаки средних размеров. Рост холки у представителей породы обычно составляет от 55 до 62 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 18 до 23 килограммов. Наиболее популярная окраса у этих собак – белый, серый, бурый, пегий и зонарный. Западно-сибирские лайки – собаки, склонные к доминированию. Им не свойственна агрессия, однако им достаточно сложно ужиться с другими животными, если они не окружали их с самого детства. Представители породы отличаются упрямством и своенравиям. Их необходимо воспитывать с возраста щенка. Вообще с другими животными она, конечно, уживается плохо, поскольку она все-таки охотничья. Но если с малого возраста они живут вместе, то никаких проблем нет. Но больше у нее инстинкт, конечно, охотничий. Поэтому она доминантная и другими, даже с собаками, старается проявлять лидерские качества. С детьми очень хорошо ладят, у нее как раз есть ребенок двух лет, очень здорово с ним живет. Западно-сибирские лайки – неприхотливые собаки. Особое внимание при их содержании необходимо уделять физическим нагрузкам. Представителям породы нужна просторная территория и ежедневная возможность много двигаться. Шерсть самоочищающая, никак за ней ухаживать. Единственное, она когда линяет, просто больше шерсти, надо чаще вычесывать, чтобы быстрее линка прошла. А так, шерсть она самоочищающая, то есть выпадают грязные, загрязненные волосинки, они сами выпадают. То есть особо такого ухода. Грумминг, конечно, тут не нужно делать, понятно, что это не такая порода. Ну, то есть мыть раз в год, если она там сильно испачкается на охоте, то приходится, конечно, ее мыть после леса, после каких-то там таких активных видов. По часу, по два часа гуляю. Обязательно в городе с поводком надо гулять, потому что у нее есть желание обследовать территорию и удалиться, соответственно, может попасть под машину. Поэтому в городе только с поводком. В парке его можно выпускать, возвращается в лесу, на природе, на участке, на дачном тоже она не живет, в вольере, в клетке она бегает по всему участку. Средняя продолжительность жизни западно-сибирской лайки составляет от 10 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!